Светлогорск стал другим городом краины, який долучился до Парижской декларации поскорения деяния у переодоления эпидемии ВИЧ. Кировництво райцентра взяло на себя повязательства по досягнению мета у 90-90-90. Эту стратегию Беларуси планует реализовать до 2020 года уключено. Ход деяния у сегодня мерковывали у Гомеля на пресс-конференции с представниками затекавленных службов и ведомствов с подробностями. Ялгиня Кухаронак. Больше як 80% беларусов, які живуть з ВИЧ, ведуюсь про свой статус. А маль 79% отримливаюць необходное леченье. А у 75% хвороба не прогрессируе. Мета выйсти на так званые 90-90-90. Светлогорск заручился не здарма. У городе сёня проживая каля 13% адагульной колькости людей, які живуть з ВИЧ Украине. Подписання Парижской декларации означаю готовность выкорыстовывать лепши сусветный опыт для распроцовки эффективных городских программ протидеяния ВИЧ. И это зуликом усіх особливостей расповсюджування віруса. По путям передачи, если в 2009 году у нас превалировал внутривенный 53,2% в Гомельской области, то в 2019-м половой составил 93%. Мы отличаемся немножко от Минска. Мы там где-то и поспорили, потому что в Минске где-то 50 на 50. Но у нас конкретно половой путь инфицирования. По поводу для офицейных дадзеных у Гомельской области 8233 человеки живуть з ВИЧ. Больше, как половы з них, гэта люди во взросле 40-х годов и старейшие. Лечения проходят каля 80%. Остатних тяжко переконать минавито за их взрослу. А гэта, прикладно, тысяча человек. С тыми, хто уявляет реальную небезпеку для громадства, працуют правооховники. С сотрудниками органов тренинг дел в текущем году было проведено чуть более 100 проверок по выявленным новым фактам заражения ВИЧ-инфекцией и поставления в опасность заражения ВИЧ-инфекцией в том числе. И по результатам рассмотрения таких материалов проверок в текущем году возбуждено уже 27 уголовных дел. Эпидситуация у регионе находится под контролем. Управнание с аналогичным периодом минулого года захворываемость на ВИЧ-инфекцию снизилась на 20%. Разом с тым, треба памятать, вирус именно дефициту человека гэта не присут. У нашей краине сегодня забеспечена уся огульная доступность тестирования на ВИЧ. Проверить свой статус можно у любой установе оховы здоровья, где есть процедурный кабинет. Те самостоянно предпомозе экспресс-теста с аптеки.